Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. И к нам присоединяется резидент-педиатрии и руководитель проекта Зинаш Сундрож, Полина Попейко. Здравствуйте, Полина, доброе утро. Как нас слышно? Доброе утро. Доброе утро. Снова Новый год, снова сентябрь, снова первое сентября. Дети пошли в школу и опять актуализируются все вопросы, все проблемы, которыми, собственно, занимается ваш проект. Зинаш Сундрож, предупрежден, значит, вооружен как-то примерно так. Можно все это перевести и преподнести. И проект продолжает работу, все развивается, все опять происходит. Расскажите, что будет в этом сезоне? Рада приходить к вам уже пятый год. Нашему проекту в этом году тоже пять лет. Поздравляем с полу юбилеем. Сегодня уж такой праздник. Хочется поздравить детей и родителей с походом в школу, первоклассников, конечно, особенно. Наш проект занимается тем, что мы рассказываем о здоровье и о безопасности и детям, и родителям, и о детях, и о взрослых. Поэтому мы такие особенные. Мы очень хотим, чтобы наше общество было образовано, чтобы они знали, что делать с собой, со своими детьми. И поэтому мы этим и занимаемся. На нашем мероприятии, которое произойдет 10 сентября на площадке спортивного комплекса на Баррена 116А, произойдет это мероприятие. И в рамках девяти станций мы будем рассказывать про разные темы. Например, неотложная помощь, первая помощь, здоровое питание вместе с Рудолл, психологическая безопасность вместе с психологией с Айкидо Цендерс. Также у нас будет Сандас про здоровый рост и Гриндекс про хранение лекарств. Мы объединяем тех спонсоров, тех людей, которым интересно тоже, чтобы наше было общество здоровым и образованным. И мы приглашаем также наших студентов-медиков и врачей на эту площадку. И вот будем пять часов с часу до шести рассказывать, показывать. Будет очень интересно. И, конечно же, за посещение этого мероприятия будет возможность получить очень интересные, красивые, вкусные подарки. Скажите, ограничивается ли деятельность Дзина Шсон Дрож только пятью часами 10 сентября? Или это более длительный проект? То есть вот в чём заключается его смысл, суть, идея? Первично это мероприятие, но мы постепенно, насколько хватает наших сил, так как это всё добровольная работа, мы делаем это вне наших рабочих часов в больницах, в университете. Мы стараемся тоже ходить в школы, когда нас приглашают на какие-то отдельные мероприятия. И, конечно же, я стараюсь активно тоже участвовать в разных программах, рассказывать про здоровье и про безопасность. И потихонечку мы выходим. Хотим также ходить в школы больше. Что если в вашей школе, в которую вы сегодня пошли, есть желание, чтобы в вашем классе, например, что-то прошло, вы можете найти нас на Facebook-страничке «Зеленошен Дрож» и написать. И что это будет? В каком формате? Сколько времени занимает? На каких языках, в конце концов? На языках. Вы знаете, мы стараемся говорить и на латышском, и на русском. И буклет, который мы издаём для мероприятия, у нас тоже есть. И на русском, и на латышском. Потому что нам важно, чтобы ребёнок, чтобы взрослый понимал. Потому что это вопросы, которые касаются нашей жизни, нашего здоровья. Если человек не понимает, то он не может полноценно исполнять эти пожелания и соблюдать свою безопасность. Поэтому языки это и русский, и латышский обязательно. Если к нам подходит кто-то на английском, мы тоже стараемся объяснить. Мы работаем без границ. Пять лет. Вот какие, можно сказать, ну вот что меняется за это время? Увеличивается ли количество вот этих станций, тематики, подтягиваются ли какие-то новые спонсоры? И какие, может быть, итоги уже вот можно подвести за эти пять лет? Как изменяется динамика? Очень интересно следить за мероприятием. Потому что если в первый год мы сами ещё не знали, как это всё будет, то сейчас мы действительно стараемся и добавлять новые темы, и говорить про какие-то новые вещи. Например, как я упоминала, здоровый рост вместе с Сандес. Это новая для нас станция. Например, она появилась из-за того, что несколько месяцев назад было собрание эндокринологов. И мы говорили о том, что из-за ковида дети реже ходят к семейному врачу и реже измеряют рост ребёнка и не ловят тех детей, у которых замедленный рост вовремя. Это же тоже большая проблема, про которую мы не говорим. И если поймать этот момент вовремя, то тогда можно начать лечение специальными медикаментами. И это тоже очень важно и для качества жизни, и для будущей жизни ребёнка. Поэтому такие вот интересные какие-то станции, они появляются после случайного буквально разговора. Ой, а скажите, пожалуйста, а в чём связь между приостановлением роста и ковидом, вот этой всей удалёнкой? Неужели действительно это как-то напрямую связано? Ковид с ростом не связан, но при этом нерегулярные походы к врачу. Обычно ребёнку раз в год нужно измерять рост, измерять давление, а сдавать анализы крови. Но из-за того, что был ковид, это всё было отложено. Мы также заметили, что некоторые вакцинации также были отложены, перенесены, потом сделаем когда-нибудь. И вот это связано скорее с этим, потому что семейные врачи, они были перегружены своими пациентами, ковид-пациентами. Точно так же, как и вся остальная система здравоохранения, конечно, было большое напряжение. Поэтому сейчас это одно из последствий, которые у нас будут аукаться ещё некоторое время. На Ваших мероприятиях, на этих станциях, по Вашему опыту, что больше всего цепляет внимание самих детей? Что самое популярное? Какие вопросы они задают? Самое популярное, наверное, те станции, на которых можно что-то делать практично. Вместе с университетом Страдани, вместе с Центром медицинских технологий у нас есть возможность привозить манекены на станции. Эти манекены, это взрослые, наверное, узнают, это те, которые в автошколах, когда нужно учиться, неотложной помощи. Но в университете... Массаж сердца, искусственное дыхание, вот эти вот анечки. Следующего уровня. Да, и это одна из, например, любимых станций, потому что есть возможность с этим манекеном взаимодействовать, и даже двух-трёхлетки они пытаются делать непрямой массаж сердца. Что полезно. Он может не хватать, ребёнку может не хватать сил, но при этом он будет знать, что сделать, он поймёт уже, что что-то случилось, что нужно позвать на помощь, что куда нужно позвонить. И вот именно для этого мы и работаем. Чтобы были знания, чтобы были умения. Возможно, он может объяснить взрослому, что нужно делать, и взрослый сможет помочь. 10 сентября, вот на Баррона 116, будет 9 станций, и всё это будет продолжаться 5 часов. Вот во сколько, обязательно ли все 5 часов нужно присутствовать? Можно ли подъехать в какое время раньше, позже? И как всё будет происходить? Мероприятие начинается в час, это свободный поток, можно сходить на несколько станций, отдохнуть, сходить ещё куда-то, опять отдохнуть. В любое время можете подъезжать, всё будет работать, всё будет, мы все вас будем ждать. Есть какая-то обратная связь историй, которые, ну, детей, которые посетили ваши занятия, и эти знания, эти навыки, эти умения им помогли в реальных ситуациях жизненных? К сожалению, вот такой обратной связи через какое-то время сложно получить, потому что дети незнакомые приходят на мероприятие. Но всегда очень приятно видеть родителей в моей практике, которые знают, что нужно сделать. Например, какое-то время назад была мамочка, которой ребёнок маленький поперхнулся кукурузной чипсиной, и чипсина, она такая длинненькая, мягкая, она очень быстро размокает, мы все такие знаем, кладётся на язык, и она буквально сразу же рассасывается. Но при этом у этого ребёночка, она встала поперёк трахеи, ну, вот вдоль трахеи, и он не мог дышать. Но мама не растерялась, она знала, что нужно делать, сначала помогала ему откашляться, приёмы Геймлиха применяла, но когда поняла, что он уже синеет, теряет сознание, она начала делать искусственное дыхание, и эта чипсина, она протолкнулась глубже, и это правильный такой манёвр, действительно, это ненародное тело, оно тогда проходит глубже, и открывается хотя бы один бронх, чтобы можно было дышать одной хотя бы частью лёгкого, одной стороной. И когда ребёнок приехал ко мне, он уже был бодрый, здоровый, у него всё было хорошо, и на следующий день, когда делали бронхоскопию, чипсину уже не нашли, она рассосалась. Поэтому, действительно, такие моменты, которые спасают детям жизнь, это всегда очень большое удовольствие слышать, и я надеюсь, что те знания, которые мы даём, они помогают. А для родителей, вот мы понимаем, что, в принципе, вот, ну, наверное, сейчас вот больше и больше людей понимают, что быть родителем – это вот необходимая ответственность, необходимые какие-то знания. Вот насколько вы сталкиваетесь с тем, что, может быть, есть люди, ну, достаточно безответственные, которые, ну, недопонимают, считают, что вот, ну, вот ребёнок растёт сам, и должна заниматься там, условно говоря, детский сад, школа, сам, ну, обязанности родителей абсолютно, ну, только формальные. Я думаю, что мы все знаем на этот ответ. Действительно, ну, мы же как-то выросли, пусть ребёнок как-то вырастает, но это чувство ответственности, которая действительно должна воспитываться в обществе. Мы заводим домашнее животное, мы ответственны за него. Мы заводим ребёнка, мы ответственны за него, и это наша первичная задача как родителя. Школа поможет, и окружающие помогут, и бабушки, дедушки тоже помогут, но первичная ответственность за ребёнка на нас, на родителях. А что касается каких-то регулярных занятий, ну, вы проводите там раз в год, например, или там чуть чаще, возможно, пригласить в гости, но, возможно, вы считаете, что должны быть подобные занятия в школах более регулярно, там хотя бы раз в месяц, не знаю, начиная с самых первых классов, или даже в детском садике? Да, это было бы очень полезно. Я надеюсь, что когда-то мы сможем это сделать, когда-то, может быть, большее количество людей будет в этом заинтересовано, может быть, будут какие-то изменения в учебной программе, чтобы посвящать больше этому внимания. Пока что это только всё в мечтах, но очень хочется. Кто оказывает действительно вам помощь? Есть ли, ну, вот только ли на энтузиазме держится ли эта идея? Вот откуда вы черпаете силы? Это, конечно, моя семья, которая терпит то, что я делаю ночами и днями. Это Рижский университет Страдания, который нам очень помогает. Это Латвийская ассоциация педиатров, которая является главными организаторами этого мероприятия. Это детская больница. Это многие-многие поддерживающие люди и спонсоры, которые помогают нам это делать. Каждая маленькая частичка. Например, вот как мы можем рассказать о том, что пить воду важно и сколько нужно пить воды в день? Мы находим заинтересованных людей, заинтересованную организацию, сзади мой же, и они уже хотят нам помочь. Вот так вот мы по кусочкам, по кубикам, по каким-то кирпичикам складываем это мероприятие с большой любовью, с интересом и с энтузиазмом. Так она и есть. Вспоминая, ну вот если говорить о своих ощущениях, я очень хорошо помню ощущение вот какой-то полной растерянности, когда вот в нашей семье появился ребёнок. Первый. Ну вот мы были просто растеряны именно тем, что делать дальше. То есть вот у нас вот появился этот маленький вот кричащий вот комочек, и просто это было ощущение полного ужаса, и вот ты не понимаешь, куда бежать, где брать информацию. Вроде как через 7 лет надо сдать в школу. Да. Ну это ближайшие 7 лет, что делать? Вот я к тому, что есть ли какая-то действительно программа помощи, кроме того, что помогают педиатры, они приходят на дом, помогают, то есть как бы вводят в курс, но есть ли какая-то литература специальная? То есть вот вы говорили о том, что вы выпускаете специальные брошюры, вот может быть, есть ли какие-то такие обобщающие материалы, условно говоря, настольная книжка родителя, где рассказывается всё спокойно, вот от рождения до года, от года там до трёх, какие-то вот этими основными этапами, где может быть написано, с какими трудностями можно столкнуться, и что делать вот в результате этих трудностей. А ещё лучше практические занятия. Да, практические занятия. Очень важно найти педиатра, найти врача или семейного врача грамотного, который может объяснить спокойно эти вопросы. Зачастую у врачей не хватает времени приёма, но за 15 минут ты не можешь рассказать, объяснить, спросить, узнать всё, что происходит с ребёнком. Но вы можете постараться найти такого врача, который, может быть, ещё даже до рождения ребёнка нужно обратить на это внимание, чтобы на все ваши вопросы был ответ. Это поиск врача раз. Во-вторых, детская больница как раз-таки недавно открыла портал, который называется Там как раз-таки собираются материалы, вот что делать тогда-то, что делать тогда-то. Ребёнок заболел, ребёнка то-то, ребёнка какие-то проблемы. Что тогда делать, куда обращаться, когда обращаться к врачу. Очень многие мои коллеги, я тоже, мы писали материалы для этого портала, и очень хотим его тоже популяризировать среди родителей, потому что это действительно, вот как раз-таки вы сказали, энциклопедия, азбука, что нужно делать. Открываешь и делаешь практически всё по пунктам. Вот среди ваших станций были упомянуты здоровое питание. Вот насколько в наших условиях, вот что значит здоровое питание, насколько мы в состоянии обеспечить здоровое питание ребёнку, учитывая вот сейчас, ну, сложности, которые могут испытывать, может быть, финансовые сложности. Мы как раз только вот говорили буквально о том, что есть неблагополучные семьи, где, ну, нет денег собрать даже детей в школу. Вот не является ли, ну, в этом случае, такие рассуждения здорового питания, что надо есть там такие-то продукты, такие-то продукты, а если у людей нет денег на них, что делать тогда? Можно не обязательно покупать какой-то особенный сыр в каком-то особенном магазине или особенный плод какого-то особого дерева, которое там цветёт и растёт только в какие-то определённые месяцы. Это здоровое питание подразумевает под собой то, что мы следим, основные принципы, мы следим за количеством сахара. Вы можете прийти в магазин, даже если есть какая-то маленькая денежка, всё равно есть выбор. Вы берёте там, например, йогурт, хотите купить своему ребёнку, вы берёте два, которых вам подходят, по цене, например, и вы сравниваете, в каком же из них меньше сахара. Берёте этот, например. То же самое мы делаем с другими продуктами, соусами, с какими-то уже готовыми, там, кашей или что-то. Нужно следить за тем, чтобы в еде было железо, это мясо, да, мясо, морепродукты, рыба. Опять же, можно найти на любой вкус и цвет, на любой кошелёк. И, конечно же, овощи. Не обязательно, как я говорю, что-то особенное. Это может быть капуста, это может быть, там, редиска, репа, какие-то свекла, которые растут у нас. Это будут другие деньги, конечно же. Мы можем уже летом задуматься о том, что нужны какие-то заготовки, что-то заморозить, что-то законсервировать. У нас, между тем, есть звонок, 6-7-212-93-9. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Не хватает бабушек и дедушек. Бабушкам, девушкам, наоборот, не хватает внуков. Вы не думали о том, чтобы привлечь вот пенсионеров, одиноких, на общественных началах, типа бабушек и дедушек, чтобы они помогали родителям? Потому что часто сидят на скамеечке или грустные, ходят по улице, ни внуков, ни детей, никого. Спасибо. Спасибо. Роль бабушки и дедушек. Приходите, пожалуйста, к нам на мероприятие. Мы будем использовать вашу помощь с большим-большим удовольствием. Много будет детей. Нам, конечно же, пригодилась бы и ваша помощь тоже. Вы можете даже, наверное, отозваться на этот разговор с нами сегодня. Мы можем что-то придумать, какое-то вам дополнительное занятие у нас. И напомним, что как раз-таки, да, мероприятие 10 числа в субботу с часу дня до 6. Часу до 6. Барона 116А. И, да, ну вот, если говорить более широко, роль бабушек и дедушек, вот действительно, ведь это люди, у которых уже есть опыт воспитания детей, которые могут передать его дальше поколению. Очень с большой радостью. Я знаю, что в некоторых странах есть опыт такой, что дом престарелых объединяют вместе с детским задом. И мне кажется, что это как раз-таки очень классная модель, когда могут дети коммуницировать с людьми более старшего поколения, и при этом бабушки и дедушки чувствуют себя нужными. Мне кажется, что это очень интересная и правильная модель. Действительно, детям может не хватать контакта со взрослыми, и это было бы хорошим решением. К сожалению, такие решения принимаются выше уровня, где сейчас пока что нахожусь я. Но если бы я могла, я бы, конечно, шла в эту сторону. Мы только что говорили о здоровье детей. На ваш взгляд, по вашему опыту, какие основные проблемы, какие основные заболевания у латвийских детей? Не думаю, что они сильно отличаются от других. Это недостаток, следствие ковида и удалёнки, это, конечно, недостаток движения. Это может быть в результате неправильного питания лишний вес. Это обычные сезональные вирусы или бактериальные инфекции, которые тоже каждый год с нами вне зависимости от того, что приходит, что уходит. Это достаточно базовые вещи. Конечно же, это травматизм. Нам нужно всё-таки уделить внимание этому вопросу и знать, что нужно делать, когда обращаться врачу, как предупредить какие-то лишние травмы, как сделать так, чтобы ребёнок рос хорошо и развивался правильно. Но наши дети не отличаются от детей всему миру, я бы сказала так. Дети, они везде дети. Да, именно так. Ну что же, ещё, а вот вы, говоря про эти девять станций, есть ли какие-то станции, которые появились в этом году новые или какие-то новые темы? Ну вот как раз-таки здоровый рост, то, что я упоминала до этого, это у нас новая станция, да. Мы стараемся немножко обновлять внутреннее наполнение станций, я могу их перечислить, чтобы люди, которые слушают нас сегодня, тоже знали, на что они идут. Это неотложная помощь, это первая помощь, что делать при ранах, при переломах, это безопасность на природе, как собрать рюкзак, когда идём в лес, как делать так, чтобы не потерялся, как вытащить клеща. Это безопасность у огня, потому что это одна из распространённых травм, когда ребёнок до двух лет получает ожоги очень большого площади тела. Эти такие вещи, это нужно предупреждать, поэтому ребёнок не может быть в одной руке, а во второй руке кофе. Это или кофе, или ребёнок. Действительно, это самый частый механизм. Это безопасность дома, потому что по статистике наибольшее количество травм ребёнок получает именно дома. это психологическая безопасность, как совладать со своими эмоциями, что делать, если вдруг что-то случается, и вот как? Потерялся, маму потерял в магазине, или телефон украли, вот что делать в эти моменты? Это здоровый рост и здоровое питание. Вот эти девять станций будут у нас в этом году, и на этих девяти станциях мы будем готовы поделиться своими знаниями, своими умениями с нашими слушателями. Тоже весьма достойный набор самых актуальных тем. Остаётся только напомнить, что мероприятие «Заиныш-дрожь-2022» состоится на вот этом большом стадионе на огромной площадке на крышбарна 116А 10 сентября в субботу с 13 часов до 18 часов. Можно приходить не обязательно к 13 часам, можно приходить в любое удобное, я понимаю, время и провести столько... Не обязательно приходить с детьми, можно приходить одним. Я знаю, что много моих знакомых приходят, даже если у них не просто нет детей, нет детей в плане, потому что информация, которую мы преподносят, она пригодится и самому себе. Ну и, соответственно, дети могут не брать с собой взрослых тоже. Мероприятие доступно всем, абсолютно бесплатно, и очень-очень нужные и важные вещи там расскажут, покажут и научат, что самое главное. Полина Попейко, руководитель проекта Зина Шсандрош, президент педиатрии, была сегодня с нами на прямой связи. Спасибо большое, Полина, за всё, что вы делаете. Спасибо вам. И с праздником ещё раз всех. И с праздником вас тоже. До встречи на учебного года. Всего доброго. До свидания. До свидания. Слушайте радиоболтком.